что он проводил операцию вашего мужа, и что его эмболия была вызвана инфекцией прогестофила. Мы знаем про платёж в 2 миллиона долларов Макловскому. И знаем, что вы приказали убить его, чтобы замести следы. Какой абсурд! И есть доказательства. Вы оказались на этом месте благодаря популярности мужа. Что случится, когда русский народ узнает, что вы виновны в убийстве их героя? Что сделают ваши генералы? Ваш начальник генштаба Дорошевич был верным сторонником вашего мужа. Политически вам это не пережить. Или просто, в принципе, не пережить. Как моему другу Антону Гореву. Даже если вы говорите правду, я не могу вернуться к генералам и сказать, что пойду на сделку, не получив ничего взамен. Они знают, что я готова начать войну. Дорошевич хочет войны. Это невозможно. Ну так придумайте, как сделать это возможным. Кое-как можно. Мы знаем, что у вас есть шпион в моем внутреннем кругу. Если скажете, кто это, я поделюсь информацией с генералами, и мы пойдем на сделку. А вы ошибаетесь. Но если вы и правы, Соединенные Штаты никогда бы не выдали своего агента. Значит, у каждого будет секрет противника. Я никогда не объявлю, что вы пошли на это, а вы не скажете, что, по вашему мнению, я сделала с Павлом. Взаимно гарантированное уничтожение. Да, как наша холодная война. Этому не бывать. Тогда я отправлю всю свою армию в Украину. И скольких бы вы не послали на смерть, ничто нас не остановит. Вы хотите проверить всю боевую мощь нашей армии? Потому что пока вам не везло. Мои генералы хотят эту битву. И мы не накладываем столько ограничений на наши войска, как вы. Вы имеете в виду ядерный ответ? Вы правда хотите проверить? Конрад. Мы не можем. Мы просто не можем. Может, она блефует? Хочешь поставить на кон несколько сотен тысяч жизней? Ты прав. Или миллионов? Потому что именно об этом идет речь. Полагаю, нам стоит рассмотреть извинения. Прогнуться под островы перед всем миром? Это возможный вариант. Это серьезнейший удар по престижу Америки со времен Ирака. Это может ослабить нас и разоблачить нашу секретную киберпрограмму. Ты построила карьеру, действуя в тумане войны. В ЦРУ ты принимала сложные решения. О всеобщем благе против индивидуальных жертв. Очевидно, ты думаешь о Генри и его отношениях с агентом. Мне жаль. Но для меня нацбезопасность на первом месте. И мне нужен согласный со мной госсекретарь. Ты что-то знаешь. Это была часть соглашения. Дмитрий был... Дмитрий был... Нет, 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 нет. Это... Это ты. Мы бы никогда не отдали одного из наших агентов. Это не... Это невозможно. Прошу, скажи, что это невозможно. Боже. Конрад это одобрил? Почему ты не отговорила его? Он же сам, блин, старый шпион. Почему? Как он мог? Нужно думать о всеобщем благе. Ты знаешь, что с ним сделают. Мне жаль. Нет. Должен быть другой способ. Я сам поговорю с Конрадом. Вы дозвонились Генри Маккорду. Оставьте сообщение. Привет, детка. Это я. Снова звоню проверить. Оставила тебе сообщение. Перезвони мне, хорошо? Я люблю тебя. Люблю тебя. Сокол в безопасности. Сокол в безопасности. Протокол эвакуации Сион. Что, черт возьми, произошло? Это машина Марии Островой. Твою мать. Значит, протокол экстренной эвакуации, сэр. Борт номер один взлетит через девять минут. Принято. Они пытаются вытащить Острову из-под обломков. Она жива? Неизвестно, сэр. Я хочу остаться в Женеве. Попытаюсь сотрудничать с русскими. Отклонено, мэм. У напавших могут быть другие цели. Если Мария Острова умрет, мирный договор последует за ней. При всем уважении, сэр. Действуй. Для вас с Дорошевичем готова комната переговоров. Ясно. Сюда. Спасибо. И еще плохие новости. Ну, а куда уж без них. Украинские радикальные националисты, богатыри Киева, взяли на себя ответственность за нападение. Боже, русские, наверное, в бешенстве. А вы как думаете? Это лидер группировки, Олег Зелинский. Он заявил, что мирное соглашение – это капитуляция перед Россией, и любые попытки внести изменения в украинские границы будут встречены жестокостью. Они связаны с украинским правительством или Бозаком? ЦРУ полагает, что нет, но без подтверждения. Ладно. Свяжись со швейцарцами. Попроси задержать вылет самолета Мельника, пока мы не поговорим, и передай им, что об этом просит Белый дом. Мам, я просто рад, что вы по-прежнему с нами. Как и я. Мне надо ответить. Она не вышла. Соболезнования, мадам госсекретарь, но они не вернут президента Острову и не изменят того факта, что Украина нарушила соглашение, напав на нее. Президент Острова хотела мира. Не хотела. Я по-прежнему не знаю, что вы и ваш президент сказали, и там, что она подписала договор. В любом случае, она подписала соглашение. Думаю, нам следует чтить ее наследие, сохраняя ее последнее и великое дело. Премьер-министр Сальников только что стал исполняющим обязанности президента. Он объявил по стране официальный траур. Но через три дня, поверьте мне, украинцев заставят заплатить за это предательство. Генерал, я понимаю вашу ярость и разделяю ее, но предупреждаю. Если продолжите враждебные действия, США ставят за собой право использовать все средства для защиты суверенитета Украины. Все средства. Что ж, мы сказали, что должны были сказать. Хорошего дня, мадам госсекретарь. Министр Мельник. С чего бы нам убивать российского президента, когда она только согласилась окончить войну? Но президент Бозек прячется на Украине вместо участия в мирных переговорах. Похоже, он намеренно держался в стороне. Мэтт, Фрэнк, оставьте нас, пожалуйста. Ему хватило безумия взломать борт номер один. С чего мне верить, что он не стоит за убийством Марии Островой? Чего вы хотите от меня? Мне притвориться, что я скорблю по безумному диктатору, что вторглась в мою страну? Я не буду. Стерва получила по заслугам, мадам госсекретарь, и вы это знаете. Но вы сейчас тут не особо нам помогаете. Вы или ваш президент дали зеленый свет Зеленскому? Наверное, хорошо быть американцем. Все время играть в Бога. Кстати, об играх в Бога. Вы в курсе, что у нас со Швейцарии соглашение об экстрадиции? Вы можете завтра оказаться в федеральном суде по обвинению в терроризме за атаку на борт номер один. Я знаю, что вы погрязли в этом по уши вместе с Бозаком. Так что сейчас нам с вами нужно прояснить пару вопросов. Все понятно? Все ваши действия не сравнятся с тем, что случится с моим народом, если Россия продолжит войну. Это может случиться через три дня. Если ваше правительство не отдаст Зеленского. Я не знаю, где он. Ну, тогда найдите его. Или помогите нам в поисках. Ведь если русские найдут его раньше нас, у нас не останется никаких карт, а они жаждут крови. Президент Бозак не заказывал убийство, и он точно его не одобряет. Зеленский – психопат, притворяющийся патриотом. Видите? Это звучит как отличное начало речи, которую вы произнесете. Если вы хотите попасть домой.